О проделанной работе отчитались сегодня руководители структурных подразделений администрации Махачкалы на еженедельном аппаратном совещании под руководством в Рио главы города Резвана Газимагомедова. В нем приняли участие глава внутригородских районов и председатель собрания депутатов Марис Ильясов. В своем отчете начальник столичного УЖКХ Гаджи Мурад Абдуразаков рассказал, что в Ленинском районе в рамках общереспубликанского субботника высадят 450 деревьев. Градоначальник отметил, что необходимо решить вопрос полива зеленых насаждений. Посадки мы посадим, кто ухаживает будет и как полив будет осуществлен. Давайте этот вопрос сразу предусматривать. Это просто сажать для того, чтобы сажать, это не решение вопроса. Сразу ставьте вопрос, чтобы был уход. Вот как мы с УЛАКи договорились, одного человека они дополнительно возьмут на содержание мецената или кто-то. Вот в каждом месте, в каждом сквере должен появиться такой человек. Они не говорят о городских спадках, там у нас в Штатах они есть. Далее Резван Газимагомедов призвал руководителей структурных подразделений администрации города навести порядок на туристических площадках. Заместитель главы Эмилия Раджабова отметила, что за 14 участков, которые пользуются популярностью среди туристов, будет отвечать столичное УЖКХ. Мэр предложил установить на городском пляже подземные урны для малого мусора и рассмотреть возможность возведения многоуровневой парковки на прилегающей территории. Там есть наша земля, там надо многоярусный паркинг поставить, чтобы на дороге вдоль пляжа у нас машин не было. Запрет будет, и будем вывозить и штрафовать там все машины, Гайбову там вывозить. Давайте паркинг надо легковозводимый, быстрый, такой, 4-5 ярусов. В двух местах там, и здесь, о чем мы с вами говорили, это в первую очередь надо эти локации закрыть. К празднованию столетия народного поэта Расула Гамзатова на домах появятся муралы. Этой новостью поделился начальник управления архитектуры и градостроительства Шамиль Ибрагимов. Также он рассказал, что в планах обновление части кабинета Расула Гамзатова и восстановление фасадов старых зданий в центральной части Махачкалы. По заключительному вопросу отчитался начальник управления торговли, предпринимательства и рекламы Ессуббеку Старбеков, который доложил о работе по вывозу нестационарных торговых объектов, демонтаже незаконной рекламы и пресечению выносной торговли. Кричайшая реклама, которая в 90-е годы была, такой не должно быть. Должна вот аккуратно, эстетично эту работу продолжать. Сколько предписаний дали? Еще раз повторите. 350, предписание выдано с начала года. 350? Да.